Ожидаем, пока Ксюша подключится. Здравствуй. Привет, привет. Как ты, Господь? Чуть задержалась. Ничего страшного. Потому что я представилась и представила тебя, но в короткой форме. Я думаю, может быть, еще раз расскажешь. Меня видно, да? Да, да, да. Я Ксения Зубчук, сексолог, телесно-ориентированный терапевт в бодинамическом подходе, NLP мастер. Сейчас еще на арт заканчиваю, на арт-терапевт. Это все-таки дополнительные инструменты. Основном работаю с темами сексуальности, но также с травмами развития, с внутренними переживаниями, тревогами и детскими всякими... Короче, с подсэффектами нашего детства. Так бы я это назвала. У нас сегодня тема с этим... Эмоциональные срывы. Эмоциональные срывы. Ты уже что-то начинала говорить? А нет, пока типа не было, я пыталась тебя найти. И совсем коротко оговорила, что такое эмоции, или что это наши чувства, душевные переживания, то, как мы выражаем наши внутренние потребности через вербальные и невербальные формы. Собственно, пока все. Я могу добавить, что если взять бодинамику, чем она мне нравится, что там изучаются эмоции в нескольких аспектах. Что эмоции могут быть из инстинктов. Когда что-то где-то происходит, и у нас, по сути, инстинктивно выходят эмоции. Что там есть такое два направления. Люди или эмоционалы, или менталы. То есть те, которые привыкли обдумывать то, что с ними происходит. А кто-то переходит сразу в инстинкт, сразу в эмоцию и в реакцию какую-то. И там как бы одни, по сути, эмоции. Ну и также остальные. Даже если взять, что люди разделяются в моменте существования, рождения, по сути, то все равно через время у нас у всех присущие эмоции. Но кто-то их умеет чувствовать, умеет выражать. Кто-то их научился неплохо блокировать. И думать, что у меня есть эмоции. Кто-то чувствует, что у него какая-то там эмоция. Кто-то думает, что у него есть эмоция. Но самое интересное, что неважно, в какую сторону пошел человек, эмоциональные срывы бывают у всех. Естественно, у эмоциональных людей эмоциональные срывы могут происходить чаще. Потому что там, как только с их инстинктом, так у них сразу все, их понесло. Там больше, по сути, не только срывы. Мы хотим разобрать нам, что такое срыв эмоциональный. Алло, алло, ты где-то попадала? Да, да, да. Все хорошо? Да. Я уже начинаю бед. Это эмоция, да, надо сказать. Я волнуюсь, я сказала. Я честно их выразила. Да. И вот в моем понимании эмоциональный срыв – это, вот знаешь, такая точка, когда, по сути, наша психика входит в транс и нас уже несет. То есть, по сути, некая такая теневая часть нас, которую мы не принимаем. То есть сначала, например, что-то одно произошло, у нас возник гнев, к примеру, да, потому что срыв, он больше чаще происходит или с эмоциями печали, страха или гнева. То есть очень редко у нас бывает эмоциональный срыв в радости или в интересе. Меня прорвало, у меня проявился интерес, и теперь, да, там, в основном как бы это происходит больше в деструктивных эмоциях таких, хотя как бы, по сути, не бывает, да, плохих или хороших эмоций. Но поскольку на эмоции, например, печаль, гнев, страх у других людей не всегда идет позитивная обратная связь, поэтому мы считаем их негативными. Потому что на радость мы меньше получаем такой негативной обратной связи. И эмоциональный срыв, это, по сути, когда я блокирую, 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 в какой-то момент мой контейнер внутренний уже не вмещает эмоцию, которую можно туда заблокировать, происходит взрыв. И, естественно, человек попадает в этот момент в глубокий транс, опять же, внутренние такие инстинкты, происходит такой, по сути, эффект прорванного вулкана. И люди, которые блокируют эмоции, то есть если разобрать эту последовательность, то есть что нужно сделать, чтобы привести к эмоциональному срыву? Просто постоянно их блокировать. И в одной прекрасной момент произойдет точка, или, не знаю, даже близкий человек задаст неправильную фразу, что-то произойдет, и произойдет взрыв. Для того, чтобы не доводить до этой точки, потому что с эмоциональным срывом, тут уже говорится, если произошло, то мы имеем уже последствия только с постэффекта, то есть или чувство вины, или вины себя, или вины человека, который якобы довел нас до этого состояния. Ну, в крайнем случае, мы всегда уходим в это, в обвинение кого-то, или себя, или кого-то. А правило, кого-то. Ну, здесь, понимаешь, есть две стратегии, и это четко тоже определяет та же динамика, потому что для кого-то привычно себя винить. Вот я знаю, то есть обращались ко мне там мамы, которые, например, не выдерживались, срывались на детей, да, и винили себя, то есть у них начинался вот этот синдром плохого родителя, все, типа, я не такая мать, там, и все остальное, то есть гномение. Или также там женщины в отношениях, которые потом начинают, вот, там, я не такая жена, что, почему я делаю все не так, вот он все время на меня орет, вот, типа, я такая бедная и счастливая, по сути, жертва залипания, да. Или, как бы, такой более критик-обвинитель, который говорит, нет, это все дебилы вокруг меня просто. Я святой человек, это просто они все дебилы. Дети у меня какие-то ненормальные, муж у меня какой-то с приветом, или жена у меня какая-то неадекватная, поэтому я не выдерживаю. Поэтому это уже, по сути, постэффект после срыва. А до срыва как раз вот идет вот это накопление эмоций, которые мы не привыкли осознавать, мы не привыкли с ними что-то делать, и мы не привыкли их проживать. И оставаясь в таком паттерне, скажем, дальше, то срыв, по сути, неизбежен, потому что он будет или эмоциональный через гнев, или через какую-то психосоматику. Но эмоция не будет накапливаться до бесконечности в теле, то есть она все равно куда-то будет выходить. Я знаю, у тебя есть свое мнение по поводу эмоционального срыва. Ну, оно, собственно, совпадает с твоим, да? Мы, собственно, много лет знакомы, одному этому уже учились практически, да? Да. Единственное, что вот в ключе вообще теории про эмоции, да, прежде чем переходить к дальнейшему, я хочу сказать, что очень важно их выражать, и выражать их правильно, да? Выражать эмоции можно двумя способами, вербальной и невербальной форме. Вот, например, если речь идет о позитивных эмоциях, там, радость, любовь, там, радостные волнения, то это можно выразить и словами, и, собственно, в невербальной форме, да? Это выражение лица, это тон голоса, да? Ну, как бы странно, если человек говорит, я радуюсь, я так рад. Совершенно как-то не сходится, да? Вот. По поводу контеймирования, да, согласна. И вот, собственно, возникает вопрос, как же правильно выражать эмоции, да, чтобы не довести до срывов, да? Вот. Есть несколько шагов, как, собственно, это сделать, да? Первое, если это в коммуникации, допустим, там, с человеком, поскольку эмоция возникает не только в коммуникациях с людьми, да, она может возникнуть наедине с самим собой, правильно? Конечно. Например, сегодня я жутко саму себя достала, потому что я ехала с рулем, и все были не такие. У меня такой сегодня день, все неправильно ехали, и все не так ехали. Нарушали правила, да? Да, с питофорами. И почему этих дебилов выпускали себе на улицу? Кровать, и с ними ездить не купили. Вот, собственно. Это уже как-то совершенно другой момент, как там выражать эмоции, да? Вот. Ну, у меня есть свои способы. Но это все равно в системе. Вот, согласись, ты не сидела одна дома, ты была в системе. Конечно, конечно, конечно. Саму себя достать я тоже могу, но это сложнее. Мои, как это, стимулы реакции сохраняются. Но, как правило, каждый человек для себя является самым лучшим и прекрасным. И как саму себя можно обидеть и достать? Вот. А когда это происходит в коммуникации с другим человеком, да, и возникла эмоция, как правило, как правило, реже у людей возникают трудности с выражением позитивных эмоций и больше проблем с выражением негативных эмоций. А нас, ну, просто вот мы все, ну, как бы, да, люди постсоветского пространства, и, ну, там просто не принято было выражать эмоции. Чем более негативные, да? Вот. Ну, и, собственно, как это, жертва-жертва. Что же делать? Вот возникла негативная эмоция. Первое – это вот в коммуникации с человеком следует назвать факт. Да, вот конкретные факты, что они устраивают в поведении вот оппонента, да? А второе – это назвать свою эмоцию, то есть какая эмоция возникла на поведении этого человека. Третье – вот тут, конечно, возникают трудности обычно, по крайней мере, как это из практики, да? Но очень важно назвать, собственно, потребность ту потребность, которая была вот нарушена или не удовлетворена через обратное поведение, да? Ну, и четвёртое – обязательно вот после того, как это всё проговорено, сказать, какого же поведения человек ожидает, собственно, в дальнейшем, да? Вот. И тут на ум приходит Лобковский, очень его уважаю, но он радикалист. И Михаил Лобковский сказал бы, если вы раз человека предупредили, а он не сделал так, как вы хотите, ну, или там не сложилось, да, нужно уходить. Я, как правило, вот не такая радикальная, и всегда, как бы, ну, я, по крайней мере, да? Ну, помнишь ещё, как метапрограммный профиль клиента? Иногда есть люди, у которых, как это сказать, доходчивость – это количество раз, если вот так. Да, да, ты абсолютно права, да. У каждого человека своё количество раз. И это нужно тоже, как бы, по сути, учитывать, потому что, если, говорится, использовать этот метод, один раз сказал, не помогло, разворачиваюсь, беру чемодан и ухожу, то у нас и такая, и сейчас статистика, скажем, развода больше, чем свадьбу. То тогда будут каждый, я боюсь, знаешь, у нас квартира в этом, знаешь, и так вроде не хватает жилищных условий, что люди парно живут, а если ещё все разъедутся. Ну, у нас есть хорошая традиция в семье, можно всегда вернуться к маме, или к папе, или к бабушке, или к дедушке. Но всё-таки есть. Тут уже такой вопрос, насколько человек готов принимать вот это то количество времени, которое, допустим, там вот два человека, один из них коммуникация осознала, что вот своему партнёру мне нужно повторить 10 раз, чтобы он понял, там, например, что-то. И из раза в раз это же, у каждого своя скорость. Вообще по жизни, да? Ну, да, здесь просто, вот я почему на это обратила внимание, чтобы вот зрители, да, которые будут нас слушать, и потом, возможно, используют этот метод, понимали, что, возможно, их там муж, жена или ребёнок нужно сделать, знаете, как эффект собаки Павлова, он тренировался какое-то количество раз. И чтобы, например, ваш близкий осознал, что вот так с вами нельзя, просто в каждый раз, когда это происходит, говорить стоп и делать на этом акцент и говорить, что так со мной нельзя. И если, конечно, уже человек, скажем, ну настолько не слышит вас, что там 21 раз вы говорите нельзя, тогда я согласна, берём свои манатки и уходим, нафиг с ним строить отношения. Ну, не после первого раза. Я бы сделала немножко ремарочку. Я же поэтому говорю, что Миша Лобковский очень его уважаю, но он радикалист. И после первого, второго, и, наверное, даже не после третьего. Особенно, если это начало каких-то отношений, неважно, дружеских, рабочих или межличностных в семье, всегда нужно пощупать друг друга, попробовать. А вот сколько, опять-таки, это уровень осознанности. А оно же ещё и, когда отношения строятся, ты вспомни, это же ещё и вот этот интерес, особенно у мужчины, всегда прощупать, до какой стадии тебя можно вот где-то влезть в твоё пространство. До какой стадии ты будешь защищать свои границы. А это является реально твоими границами, или это твои принципы, или твои там фокусы, или ещё что-то. И здесь, по сути, такая игра, но она очень ярко, кстати, проявляет, показывает, насколько у человека есть привычка влазить в границы. И тут уже такая ремарочка, что в дальнейшем он продолжает ваши границы будет проверять по жизни. Собственно, да. Но тут ещё такой момент, я думаю, ты со мной согласишься, что когда отношения только начинаются, я сейчас говорю конкретно про отношения между мужчиной и женщиной, очень часто, как мужчины, так и женщины, недовыражают свои эмоции по той простой причине, что нужно же понравиться, я же хорошая девочка, но я тут терплю, тут промолчу. Собственно, это является очень большой ошибкой, согласись. Конечно. Лучше вот как бы... И знаешь ещё вот то, что ты говорила, есть такая большая иллюзия, что можно блокировать гнев, но и легко проявлять радость. Обычно вот каждый человек, который вот даже сейчас с нами в контакте, он должен осознавать, что если вы блокируете эмоции, то вы блокируете их все. То есть ту же радость, вы не проявите её настолько, насколько она у вас внутри возникает. Тот же интерес вы не почувствуете настолько, насколько он есть, как и тот же гнев. То есть когда мы блокируем, по сути, зону вот этого мозга, ну, зону мозга, да, где находится лимбическая система, то мы её обычно блокируем всю. И люди, которые вот это вот ходят там, знаешь, там привычный паттерн там печали или ещё что-то, вот они привыкли это всё только вот так вот в мышцах оставлять, да, не проявлять. Потому что вот эта эмоциональная маска, это по сути как раз видно, какую эмоцию ты чаще всего блокируешь у себя на лице. Да, да, морщинки, да, это всё, это про это. Ой-ой-ой, не покажу на себя. Что мы блокируем вот так вот? И вот эти шаги, про которые ты говорила, ты как бы, кстати, договорила, ты так перебила тебя. Да, 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 четыре. Резюмирую. Первое, назвать факт. Второе, назвать свою эмоцию. Третье, это по возможности назвать, какая потребность нарушается, да, в чём конкретно не удовлетворяется человек. Ну и четвёртое, очень важно, это всё-таки сказать, а как же вы хотите? Потому что, как правило, человек говорит, мне не нравится, не нравится. А что хочешь, непонятно вообще, собственно, да, вот. Всё. Вот знаешь, что бы я ещё добавила на четвёртом, вот мне сейчас пришла идея, знаешь, она обычно с детьми так работает. Знаешь, когда мы детям говорим такую фразу, ещё раз ты так сделаешь, я тебя накажу. А что для ребёнка восприятие вот это ещё раз? Ещё раз, ещё раз, ещё раз. То есть понимаешь, такое, как это, эффект бесконечности. То есть я могу делать ещё много раз, мама будет говорить одну и ту же фразу, и типа, а что, пусть говорит, ей нравится. И с другими людьми мы часто тоже используем эту фразу ещё раз, например, с тем же мужем, да, или там женой. Ещё раз ты так сделаешь, и там выгодно указывать как раз количество раз. То есть я тебя здесь останавливаю, потому что это не для меня. И если ещё минимум три раза я тебя остановлю, то на четвёртый я начну задумываться о том, что нужны ли мне с тобой отношения, хочу ли я идти с тобой дальше. И вот проговаривать цифру, она как раз очень важна, потому что от количества раз как раз наш мозг начинает задумываться, что, ага, это был раз. И если человек, скажем, решит проверить, насколько вы там убедительны, и четвёртый раз намеренно будет делать то, что вы сказали. И каждый раз как бы на этом делать акцент. Вот смотри, там, вот я минимум три раза, да, сегодня был первый. Если человек опять что-то делает, смотри, дорогой, это второй раз я тебя останавливаю на этой же ошибке. Если потом третий раз, ну, как бы обычно раза три уже, и когда мы чётко останавливаем в моменте, уже ты человеку что-то доходит. Если четвёртый, пятый, это продолжается, то здесь уже можно говорить про то, что человек намеренно это делает и смотрит, насколько вы сдержите то намерение, те слова, да, которые вы озвучиваете, то есть из разряда что поменяется. Если это совершается четвёртый раз, то здесь, конечно, нужно уже останавливать и говорить, вот смотри, я тебе давала возможность три раза, то с этого момента, по сути, я имею право или там уйти, то есть уже свои намерения проговаривать, или что-то изменить к твоим отношениям, или понимать, что у меня с тобой не всё серьёзно, то есть если ты не уважаешь то, что я делаю, то есть вот этот момент как бы... Конечно, я понимаю, что здесь многие могут столкнуться с огромным количеством страхов, потому что... Ну, тут, знаешь, даже, наверное, тоже вот такой очень важный момент, опять хочу немного вернуться в самое начало, собственно, зарождения коммуникации между людьми и подчеркнуть, что если изначально в отношениях не было чётко поставлено, чуть ли не по правилам, вот подобный способ выражать эмоции, правильный способ выражать эмоции, то, допустим, прожив вместе несколько лет, вот у меня есть девушка сейчас на терапии, да, она с мужем вместе пять лет, и только сейчас она научилась и поняла, что, о, это работает с другими людьми, сейчас я с ним буду пробовать, но пять лет она этого не делала, и вот сколько бы раз она ему не повторяла, как бы правильно она не делала, ничего не получается, потому что у них уже задан вектор вот личностного общения конкретно между ними, поэтому очень важно сразу, входя в отношения, быть честными, открытыми и учиться выражать свои эмоции. Ещё такой момент, что вот по поводу того, поймёт, не поймёт партнёр, тут же ещё нужно учитывать уровень осознанности человека, поскольку, ну, к сожалению, есть люди, которые сами себя не знают, и если человек не способен выражать эмоции, он и не примет правильную форму выражения эмоций от другого человека, там просто не будет отклика. Ну, и действительно, ты правильно подметила, что насчёт уровня осознанности, здесь можно ещё тоже сделать акцент на такое внимание, что если вы хотите, чтобы ваш человек, ну, то есть человек, да, с которым вы выстраиваете коммуникацию, вас услышал, то нужно чётко понимать, что нужно предъявить своё состояние на его языке. Да, да, да. То есть так, чтобы ему донести и так, чтобы он понял, что это не критика, не обвинение в его сторону, это как раз ваше право на ваши чувства, на ваши переживания, на ваше пространство в этих отношениях, на вашу, по сути, возможность быть такой, какой его есть. Ну, и здесь, конечно, говорится, она такая, знаете, как, вернее, знаешь, вот тонкая грань, говорится, что кому советуют. Те, кто начинают отношения, там, по сути, одна стратегия. Те, которые минимум 5 лет или 10 лет в отношениях и тут решили что-то изменить, то, по сути, другая стратегия. Но я чётко знаю, что изменить можно в любом, в любых параметрах, но в тех, конечно, где уже есть несколько лет брака за спиной, там тоже очень сложно, потому что, если взять, опять же, наше детство, откуда мы научились блокировать эмоции, где мы решили, что это поведение невыгодно нам проявлять или показывать. Потому что ребёнок не говорит, мама, я злюсь на твоё поведение. Он просто орёт, разбрасывает игрушки, там, не знаю, швыряется чем-то или может подойти прямо, начать маму бить. Потому что гнев, он же ж такой, сразу про действия. И в этот момент он может столкнуться с разными реакциями мамы. И не всегда эта реакция будет та, которая маме понравится. И не всегда мама может и умеет принимать ребёнка в таком состоянии. И здесь уже идёт, по сути, закладывается стратегия поведения, что ребёнок понимает, что меня или принимают, или меня отвергают в этом состоянии. И, по сути, вот очень часто блокировка эмоций, там идёт ощущение, что если я проявлюсь, то я лишусь контакта. Да, 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 да. По сути, такие запросы, конечно, на терапию. И вот вообще, как бы, да, по сути, от эмоционального срыва, если взять уже, говорится, ту тему, да, о которой мы говорили, то, по сути, не застрахован вообще никто. Вот просто все люди, которые есть в этом мире, от эмоционального срыва никто не застрахован. И если мы будем создавать определённые условия, то мы, даже мы там, имея знания или ещё что, мы всё равно можем в нём оказаться. Оказаться в той точке, когда уже понесло. И если вот уже говорить о том, что делать, да, чтобы там не оказаться в той точке, то, конечно, здесь очень выгодно те же там методы катарсиса, да, там, побить подушку, поорать в подушку, комплекс дыхания вот сегодня тоже хотела дать. И где-то учиться, вот знаешь, даже если вот, особенно, да, вот в отношениях, которые очень долго, там же самое страшное — это открыть рот. Да. Ну, я так. Если изначально он был закрыт, то открыть его очень сложно. Да, и можно начинать с тех же, помнишь, как в Нелперске вот эти техники, там трёхпозиционный переход, это элементарно, там есть я, есть мой партнёр, есть якобы третья сторона наблюдатель и разрешит себе, вот когда ты находишься сама с собой, якобы перед тобой этот человек становится, да, появляется, и ты разрешаешь себе сначала, сначала высказать всё, как есть. Вот прямо, говорит, из разряда, как будто там прорвало, и ты проговариваешь, и проговариваешь это в голос, именно в голос. Потом уже выходишь в третью позицию и смотришь, как это. Вот в такой форме это нормально, вот твой там муж или кто, нормально воспринимает, или он сейчас на эту реакцию хочет тебя добить, или ещё что-то. Можно зайти в мужа, посмотреть, как ему. То есть, по сути, даже через эту технику можно научиться, научиться доносить правильно своему партнёру то, чего хочется, потому что, согласись, многие сталкиваются с тем, что если я сейчас начну выговариваться, а если ещё 10 лет жизни, а у меня там уже накопился такой кейс, что высказать этому человеку. И, по сути, иногда бывает вот этот триггер, оно то, что, в принципе, и происходит во время ссоры, да. Вроде чашку поставил не там, а потом начинается, помнишь, мы ездили к твоей маме в гости, женщины это любят. А там, а то, а то, это, да. Женщина, она же, по сути, как это прокурор запоминает всё. Да, да, да. Дай повод, поставь чашку. И это же тоже, по сути, потом эмоциональный слип, потому что она хранит эту всю информацию, она ждёт повода её высказать, она ждёт вот эту неправильно поставленную чашку, она ждёт, что, когда уже случится, что, по сути, высказать. И здесь, конечно, нужно осознать, Иногда она специально создаёт ситуации, специально создаёт ситуации, чтобы он поставил чашку неправильно, только для того, чтобы высказаться. Даже так бывает. Да, для того, чтобы высказаться. Но вот, знаешь, мне нравится здесь вот этот метод, как с детьми, что если ты вовремя не поругала, то, по сути, забудь про это. Вот знаешь, как с животными, вот если там ты смотришь, у тебя там, не знаю, заводишь маленького щенка, и он там пописал где-то у тебя на паркет, прошло уже там три часа времени, ты только такая внимательная хозяйка заметила, то его уже нет смысла ругать. Да. Вот с мужчинами или вообще в отношениях, даже с женщинами также, в отношениях тот же самый рецепт. Если прошло уже там 10 лет, или 2 года, или 3 года, уже нет смысла вспоминать то, что было. Вообще нет смысла. Или вы идёте на терапию, отпускаете это, или самыми собой там меняете. Вот. Дело в том, что вот, собственно, людей не учат правильно выражать эмоции. Во-первых. Во-вторых, происходит момент накопления. В-третьих, вот этот момент, что не стоит выражать их в той же коммуникации, где они возникли, приводит человека к чему? К контейнированию, к эмоциональным срывам, и что же теперь с этим совсем делать? Да. Ну вот, насчёт контейнирования, мне очень нравится метод через дыхание. Я его проверила очень круто на себе, потому что у нас есть мышцы в теле, которые отвечают за контейнер эмоции, и мы, по сути, через правильное дыхание можем... Но, знаешь, уметь контейнировать эмоции даже через дыхание, то есть, по сути, делать растягивание контейнера, у нас всё равно не создаёт эффект, что в плане теперь ты будешь не столько эмоций накапливать, а столько. Какое счастье! Теперь я смогу ещё больше терпеть. Это всё равно про то, что когда мы тренируем контейнер эмоций, намного проще эти эмоции теперь не блокировать, а прожевать. Потому что самое первое, это научиться в этом всём прекрасном, говорится, фарше, научиться разрешать себе чувствовать эти эмоции. Разрешать себе в моменте прям определить, чтобы, подожди, то, что ты сейчас делаешь, оно у меня прям вообще как цепляет. И я прям сейчас не то, что терпеть, у меня сейчас уже хочется убить тебя или уже швырнуть в тебя той чашкой. И здесь уже как бы обратить внимание на то, первое, то есть тебя это цепляет просто потому, что ты, например, педант. Это тупо твои вопросы, что там, например, чашка не в том месте поставлена. И по сути к человеку тут никаких вопросов. То есть или у вас есть оговоренные правила там вместе с проживанием, или ты никогда про эти правила не заявлял, никогда не говорил о том, что ты такой, но ты тупо, блин, внутри себя там злишься из-за этого, да, и всех ненавидишь, какие там с тобой люди не очень хорошие живут, или еще что-то. И четко определить, то есть злость, она сейчас, ну, потому что все не по твоим правилам, или потому что ты не принимаешь, что человек такой, или ты изначально не оговорила какие-то вещи, которые для тебя действительно важны и значимы, потому что ты правильно говоришь, что когда отношения начинаются, у нас же есть еще эффект влюбленности, у нас же есть еще и этот гормональный весь коктейльчик, который говорит, да ладно, что чашка, не там стыд, ладно, что мы вместе, и вообще все прекрасно. Спи, спи, сознание, спи. Да, да, вот как раз. Не замечая ничего. Обычно у нас же так и происходит, люди на это не обращают внимания, потом, говорится, гормоны успокаиваются, мозг протрезляется и начинает, типа, блин, что-то он на скитовце разбрасывает. Еще есть надежда на то, что я его исправлю, или когда мы начнем жить вместе, такого не будет, или он был с ней такой, со мной будет другой, или поначалу, в общем-то мне не нравятся носки в углу, но от него я это потерплю, а потом ему не работает. Да, это все. Да, здесь вот про искренность с собой, что когда мы, говорится, берем вот этот груз на себя, мы четко должны понимать, что после этого будет эмоциональное ощущение какое-то. Если я сейчас уже смотрю на эти носки, и у меня появляются мысли исправить его, перевоспитать, научить как надо, там еще что-то, а если не будет, а если он не перевоспитается, а если он имеет право разбрасывать носки там, где он хочет, а если ему комфорт добавляют эти носки, вот так, вот только представьте, да, вот это вот ощущение человека, он пришел, лег на диван, снял эти носки в одну сторону, в другую, и у человека жизнь удалась к концу дня, и тут приходит жена, которая говорит, ах ты ж паразитка, нехороший человек, и сразу обломала кайф, и вот эти моменты действительно нужно проговаривать, потому что вот я помню даже из своей личной практики, когда я вот начала жить своим третьим мужем, и я столкнулась с таким моментом, что он мне говорит, ты понимаешь, вот этот столик маленький возле кресла, у меня на нем должно стоять все, что мне может понадобиться вдруг, а я такая, а это там, например, и маникюрные ножницы, и какая-то отвертка, и вот знаешь, такое вот все, и вот оно должно стоять у него здесь вот так под руками, постоянно, а вдруг оно пригодится в любой момент, понимаешь, как косметичка у нас в сумке, типа того, а я смотрю, говорю, ну оно уже некрасиво, а я как бы, у меня есть этот же педантизм, мне надо, чтобы все, вот если маникюру ножницы, то вот в той шиплятке, если они мне нравятся, я встала, взяла, потом это поставила на место, я могу там с закрытыми глазами сюда по дому ходить, и я знаю, где у меня что лежит, а он говорит, а мне так нравится, и когда вот мы начинали вместе жить, первое, с чем мы столкнулись, он мне сначала такой разрешил, потому что я к нему переехала, делай что хочешь, я тебе разрешаю все, и когда он пришел, только столик не трогай, так вот началось с того, что когда он пришел с работы, и он смотрит на свою квартиру, и он такой, а где это, а где то, вот с его стороны была ошибка, потому что мы начинали строить отношения, и он такой, ну ладно, главное, что тут, типа, убралось, знаешь, типа того, через время, как бы мы уже потом начали проговаривать эти моменты, и мы договорились, как бы мы договорились, потому что было уже состояние, я уже видела, когда я уже тогда там, и ну пить, это все проходило, и я видела вот этот эффект, когда, знаешь, там он вечером разложит, то есть вернее вечером на один вечер раскладывает, на второй приходит, столик опять чистый, и он такой уже смотрю, он уже дышит, дышит, типа, где то, где все, то есть он сначала невербально проявлял эмоции, да, но демонстрировал, да, сначала это было так, и я вот как бы, я почему-то историю рассказывала, потому что я когда тогда обратила внимание, я ему говорю, давай об этом поговорим, потому что ты вечером находишься, вот в квартире находишься вечером, да, и утром, а я, например, там целый день, тем более еще работаю, на дому, и вот этот столик, вот он для меня, я вот, я заметила, через несколько дней, он прям стал уже пятном такого внимания, раздражителя, который, я говорю, я не могу мимо пройти, то есть оно меня настолько цепляет, а у меня реально там, какие-то такие вещи, я уже, и я понимаю, что я не могу с этим ничего сделать, как говорится, если я смотрю на этот столик, на котором там, и мы пришли вместе, мы проговорили, то есть мы, по сути, вот то, что да, с чем встречается пара, то есть у него раздражение, чтобы эти вещи стояли на столике, а у меня раздражение, чтобы они не стояли, по сути, где компромисс нашли, и мы, да, то есть конфликт, по сути, каждый прав в своем понимании, и мы когда уже начали проговаривать, я говорю, я с этим смириться не смогу, вот я не смогу, то есть или разряда, у нас в квартире несколько комнат, не знаю, тогда снимаем пентхаус там, или переезжаем пентхаус, где у тебя там есть комната, в которой там... Для столика. Для столика, для чего хочешь, я его не вижу, да, там, это не на нашей общей территории, или там, не знаю, мы договариваемся, потому что я говорю, я с этим не смирюсь, вот говорится, оговариваем на берегу, с такими вещами я смириться не смогу. И он сказал, хорошо, только давай на таких условиях, ты это раскладываешь, и если мне, например, нужны маникюрные ножницы, ты мне просто говоришь, вот в той тубочке. То есть я... Да, я запоминать, ну вот у него нет привычки запоминать, там, это раскладывать по местам, и у него нет привычки запоминать. В большинстве мужчин так почему-то. Да, и я ему по делу, тут у него там то, там у него то, там у него там инструменты, и вот он меня может спросить там, где мне надо это. Я говорю, там-то и там-то. И мы, по сути, договорились, я счастлива, у меня всё перед глазами не лежит. Он счастлив, что ему просто надо спросить меня. Он сам не роется, потому что, ты же знаешь, мужчинам что-то найти, это для него... Да, да, даже если на видном месте, этого там нет. Где это? Нет. Вот, где моя зелёная рубашка, да. Слушай, ну согласна с тобой, да, и это, конечно, очень круто, когда у двух людей уровень осознанности позволяет просто сесть и обсудить, хватает терпения, хватает, хватает дальше терпения придерживаться новых правил совместного там проживания, вот как в вашем случае. А что же делать, когда всё-таки уже произошёл вот этот вот процесс с накоплением, и вот-вот произойдёт тот самый срыв? Вот мне нравится такая методика, как, знаешь, опять же, здесь вот я за, конечно, женскую мудрость, чтобы прийти и предъявиться и сказать, знаешь, дорогой, мы с тобой живём не первый год жизни, и сначала я думала, что меня это не так цепляет, потом я думала о том, что потерплю, потом для меня был ты настолько важен, что я не хотела разрушать наши отношения из-за этой мелочи, а спустя, например, там 5 лет, 10, да, или ещё что-то, я понимаю, что я, когда закрываю глаза, например, там на твои носки, да, там образно, то в этот момент я разрушаю чувства, которые у меня есть к тебе. И вот эти носки лучше, чем люблю тебя. И мне бы очень хотелось, чтобы наши отношения не разрушались носками. И давай здесь будем что-то решать, потому что я понимаю, что если тебе отношения наши нужны так же, как и мне, и ты не готов после, например, там 5 или 10 лет, да, там не важно, какая-то цифра, в таком случае разрывать наши отношения, потому что дальше я мириться с этим не хочу. И здесь как бы, опять же, вот ты заметила, мы таким текстом не обидим человека. это ненасильственное выражение эмоций в первую очередь. И мы предъявим, по сути, свою историю, свои ощущения, свои переживания, что, знаешь, я уже 5 лет смотрю на эти носки, я уже не знаю, что внутри с собой делать. И я тебя люблю, ты мне нужен, но каждый раз, когда я их смотрю, мне хочется и носки, и тебя убить вместе с ними, в таком плане. Задушить носками. Ну, типа того, то есть, и пора это можно говорить, но можно даже какую-то шутку добавить или еще что-то, и начать уже обговаривать с человеком, то есть, а что для тебя эти носки? Ну, вот я там привела пример, что там, не знаю, мужчина пришел, там кайф словил, что носки разбрасывают. А чаще это же происходит вообще бессознательно, для него это может быть вообще ни о чем. это автоматические привычки. Слушай, замечательная метафора. Носки. Вот, Ксюш, а что же вот, собственно, ну, бывают, согласитесь, я думаю, что в твоей практике как вот терапевта бывали случаи, что, ну, обращаются люди, которые находятся в абьюзивных отношениях, ну, например, да, и нет, вот, нет в данный момент выхода, вот, нужно оставаться в отношениях какое-то время, да, заниматься там личной проработкой, и нужно же работать, вот, ты как телесно-ориентированный терапевт, вот здесь кому нужен совет дать, абьюзеру или жертве? Я сейчас не про это, я про то, что все-таки, знаешь, есть же выходы работы с самим собой через какие-то телесные упражнения, которые помогут вот, избавляться каким-то образом от, там, в предыдущем времени накопленных каких-то негативных эмоций, и, собственно, не накапливать новое, да, вот ты говорила, что техника дыхания, да? Да, вот, если взять техника дыхания, сейчас чуть-чуть телефон наклоню, техника дыхания, то есть, по сути, нас интересуют вот три точки, это вот точка вот здесь под мышками, и интересует конкретно вот эта дельтовидная мышца, вот здесь вот, потом, это нижняя часть, вот, ребер, следующая точка, и, по сути, диафрагма, это мы, вот руки прям, привстану, вот руки прям под ребра, прям, то есть, не залазит, а сейчас расскажу, как, как, чтобы залазили, у нас тут тоже, кстати, они могут не залазить, потому что есть блок диафрагмы, диафрагма не гибкая, а в тонусе, то есть, через дыхание, мы, по сути, дышим через эти три точки, то есть, мы ставим руки тут, и начинаем дышать так, чтобы вот здесь мышца, вот этот палец, он нужен для чего? Вот здесь вот, чтобы мышца начала двигаться, вдох, выдох, чтобы мышца начала, вот эта зубчатая, двигаться, потому что, если мышца не включена, вот дышать нужно так, чтобы... Моё жуткое богатство не даёт мне прочувствовать глубину. А вот смотри, смотри, вот где я руку ставлю, да, вот грудь, вот здесь, по сути, аж вот, аж здесь вот. Ага, да, вот так, человек так чувствует. И вот здесь мы начинаем дышать, и мы начинаем дышать, и наша задача, чтобы прочувствовать эту мышцу. Потом мы опускаем на нижнюю часть ребер, и мы делаем так, мы делаем выдох, и сжимаем немножко ребра, как будто за дыханием идём, и вдохом, вот знаешь, я в этот момент представляю, как будто две такие стрелочки, знаешь, мы как будто вдохом раздвигаем руки, раздвигая ребра, мы раздвигаем руки. То есть мы даём, такую, знаешь, как силу включаем изнутри, раздвигаем руки. Я почему-то про рыбу подумала, вот как рыба жабрами дышит, они же вот так вот у неё двигаются, да? Да, можно и метафору рыбы представлять. Потом нижняя часть, да, то есть мы делаем выдох, и на выдохе мы, получается, вставляем пальцы под ребра, и вдохом мы выталкиваем пальцы. Это тоже вот как бы по сути вот силу проявляет. Это дыхание можно делать как бы в разном порядке, потому что мы когда на телеске проходили, его можно и вот так вот начинать делать, и можно начинать с ребер, но вот как я вот смотрела, что если начинаешь делать комплекс, вот как у меня есть, ну комплекс упражнений, кому интересно, можете написать личку я скину. Если мы начинаем сначала стопы, мять стопы, то есть то можно начать, вот так говорится, то есть по телу всегда идти в том направлении, в котором мы идём. Если это дыхание делается просто отдельно, то можно вот так вот начинать. Если как комплекс в каком-то там телесном, то можно как бы, то есть если мы начали со стоп, бедра, еще что-то, то можно начать сначала с ребер, потом и вот так вот вверх подниматься. По сути, как говорится, работа с телом должна быть в каком-то направлении всегда, то есть или снизу вверх, или сверху вниз. Не так, что, знаешь, то пятки, то голову, то это, оно должно быть последовательности. И что в этом для этого? Именно вот это упражнение, оно, смотри, оно помогает прорабатывать структуру существования, оно возвращает эмоции, гармонизирует, потому что если взять им на телесную терапию, то смотри, структура существования это идет второй триместр беременности три месяца, вот этот период, там по сути родовые травмы, вот эти все входят, и там идет расщепление, идет или ранняя структура, или поздняя, то есть ранняя структура, человек становится менталом, поздним эмоционалом, но не тот, не тот, не умеет чувствовать эмоции. И И ранняя структура – это когда мышца идёт в гипоотклике, то есть мышца слабая. Поздняя структура – когда мышца в тонусе. Но в структуре существования там обычно очень многое как раз задействует не только мышцы, но и фасции. То есть практически все фасции по телу. И мышца на стопе, вот это вот, когда вы… Вот если примерно это нога, вот это выпирающая мышца, вот это вот. Это первая мышца, которая включается у человека вообще в жизни. И мы не отталкиваемся от стенок матки, ножки, что у ребёнка стоят вот так вот. И мы отталкиваемся от стенки матки, чтобы начать идти в родовой канал. И вот когда мы начинаем работать, по сути, прорабатывать вот эту мышцу, мы начинаем заземлять. Это, знаешь, вот эта фраза, типа, что есть… Я могу стоять на своих ногах. Потому что эмоционал, он вваливается эмоции, он теряет возможность быть адекватным. А ментал, он уходит в мыслительную деятельность, и он может, знаешь, вот эти люди, которые думают, 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 думают. Знаешь, как это Дом Совета, Голова Дом Совета. Вот он постоянно думает, думает, он в жизни может вообще ничего не менять. Но там зато, боже, что там только не творится. Целый мир. Целый мир, причём параллельный. Вот мне кажется, знаешь, вот эти вот все игры-то создали, говорится, ментальность плюс ранняя автономия. То, что у них было в голове, они создали в виртуальном мире. Вот это всё своё мыслительное решили реализовать. Также в виртуальном, не в реальном мире, а также в виртуальном. И вот эта тренировка контейнер эмоций, она нас заземляет, а значит, эмоция не будет бросать так сильно в инстинкты. Потому что самый такой вот этот эффект срыва, это когда эмоция нас бросает в инстинкты, причём срываться может и ментал, и эмоционал. Просто ментал, например, копит, 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 потом теряет, теряет вообще. То есть происходит какой-то щелчок, происходит выплеск, срыв, потом заканчивается вот это состояние, и он может даже не помнить всё, что он чувствовал. Да, 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 какие эффективные состояния. Он не ощущает, то есть вот эта эмоция выплеснулась из него, всё, что он накопил там, не знаю, там за какое-то время, потом опять, по сути, закрылось, и он начинает, блин, там, и он начинает опять же думать, то ли я какой-то там нехороший что-то там проявил, то ли ещё что-то, то ли там все достали, то есть уже говорится дальше, как он начинает там себя проявлять. И его это, по сути, вот, то есть продолжает себя дальше держать и накапливать. Когда мы начинаем делать вот это же упражнение, оно очень хорошо прорабатывает структуру существования, то есть разрешает эмоции чувствовать, потому что чувствовать эмоции и эмоционал, и ментал не умеет. Эмоционал, он их, по сути, проживает, но неосознанно. Вот ему можно сказать, вот знаешь, есть люди, которые очень сильно жестикулируют, постоянно там громко разговаривают, и ты говоришь, что орёшь? Он, типа, в смысле? Я спокойно разговариваю. То есть он не осознаёт даже. Или смотришь на него, а у него ощущение, как будто на лице, как будто он сейчас убить кого-то готов. Ты говоришь, что такой злой? Я злой? Я просто задумался. А ты смотришь на его лицо... Бежать или что делать? Да, типа, или нападать, или защищаться, или что дальше с ним будет. Или вот, знаешь, как эмоционал. То есть ментал думает, он расслабился, и ты смотришь, человек вообще где-то, он вроде телом здесь, а вообще где-то, да? А эмоционал, он... Да-да-да, у него прям структура мысли, как бегущая дорожка. Можно мыслить. Потому что каждая мысль идёт с эмоцией. Конечно. Сразу каждая мысль идёт с эмоцией. И он этого не понимает. Ни тот, ни тот не понимает. Физический отклик, да, на лице. А вот этот комплекс дыхания, он, по сути, заземляет и ту, и ту структуру, и человек начинает разрешать себе чувствовать эмоции. То есть особенно диафрагмы у нас очень связаны с эмоциями. Потому что вот этот блок, даже вот вспомни, да, только страх, и такой раз. Да-да-да, скручивается. Зажим вот здесь. Где-то что-то... Или гнев сразу вот этого. То есть оно, по сути, вот как бы с диафрагмы очень много идёт вот этих реакций. Типа кого-то там добить, дожать, где-то вдохнать. Или та же радость. Вот оно всё как бы, по сути, отсюда разворачивается. И это упражнение, оно очень хорошо помогает как раз чувствовать эмоции. Потому что если мы их не чувствуем, мы не можем с ними даже взаимодействовать и предъявиться другому человеку. То есть просто гадать. Я думаю, что, наверное, я здесь злюсь. Да, вот такое. Но это уже прогресс. Слушай, если человек хотя бы так может подумать, в большинстве своём, к сожалению, ну, по крайней мере, эти люди, которые обращаются, да, вот, допустим, там, ко мне, к тебе, вот, я думаю, что ты подтвердишь, да, моё наблюдение. У них вообще очень большие проблемы с осознанием эмоций. Вообще хоть как-то. Но я имею в виду именно с проблемами эмоционального, в эмоциональном плане. Там ещё, если взять, опять же, ту же структуру существования, ментал, он выбирает отказаться от контакта, но сохранить своё достоинство. То есть это о чём? О том, что я не буду говорить, что со мной, я тебе в голове пошлю и, типа, вычеркну из жизни. Типа, в моей голове тебя существовать не будет. А эмоционал, он отказывается от достоинства, и он придёт и тебе скажет, что с тобой? Глаза мне смотри там, или ещё что-то, знаешь. Не молчи, да. Не молчи, да. Что ты ходишь такая кислая? Говори, что с тобой. Бэх. Или... Да, либо там ещё что-то. То есть... А если взять ещё и абьюзерские, вот, ну, как ты говоришь, да, абьюзерские, то тут больше про структуру воли. Там тоже есть эмоции. Там идёт больше, если взять эмоции, то там у обоих первично страха очень много. Страх и гнев и печаль. Там вот комплекс... Слушай, ну, я думаю, что абьюз и эмоции в абьюзивных отношениях это вообще заслуживает отдельного эфира, потому что у нас с тобой осталось не так уж много времени, а тема действительно очень интересная. Там есть где развернуться, собственно, да. Я думаю, что как бы... Да, можно будет запланировать что-то. Ну, то я имею в виду, что ты про это спросила, а оно действительно там, говорится, одной фразой не ответишь, потому что... Конечно, конечно. Но та же жертва, она может даже и чувствовать свои эмоции. Ну, говорится, как выйти из паутины этой... Вот у меня сейчас уже была пара в работе, оба как раз вот жертва и абьюзер. И оно же, знаешь, как самое такое вот... У жертвы же есть вторичная выгода находиться в этом. Конечно. Даже когда они приходят на терапию. Алло, алло. Всё хорошо? Да, да. Всё, интересно. Наш эфир. И там даже если вот это вот... Знаешь, их можно ответить кратко. Если женщина приходит и говорит, он у меня такой-то вот, и что бы я ни сделала, что бы я ни сказала, с ним это не сработает, то можно просто, знаешь, первично такому человеку, даже если нас кто-то будет такой слушать, задать вопрос, а почему ты так хочешь, чтобы ничего не менялось? Почему тебе так выгодно? Потому что, вот согласись, вот даже ту практику, которую ты говорила, да, про вот эти четыре шага. Если женщина в жертве, если она не готова брать ответственность за свою жизнь, то какие иммунадки она соберёт и куда она пойдёт? Конечно, она даже и к первому курсу приступит. Да, она и 35-й раз будет нарушать её правила, она будет молчать, потому что она будет понимать, что я никаких действий делать не собираюсь. Она не придёт и не скажет, милый, минимум ещё три раза, это как бы вопрос будет вставать в другом формате. Она это не скажет. После этого же надо действия делать? Конечно, естественно. Сказала, говори, а Б никто не скажет. Но, кстати, очень часто, вот у меня из моей практики был момент такой, достаточно такие взрослые люди, вот, вернее, жена обратилась, да, и она пришла к тем, ну, как это, она этого не осознавала, но это чётко прослеживалось. Когда она описывала отношения с твоим мужем, там, более 20 лет вместе прожили, она стала точно таким же абьюзером, точно таким же. Она стала себя вести, и вот они поменялись ролями в течение 20 лет. То есть она росла, 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 выросла, ну, неважно как, неважно в кого, ну, собственно, да. Слушай, ну, правда, очень интересная тема, давай её вынесем прям вот в отдельный эфир. Можно, там же тоже, по сути, и травмы, и там можно. Да, 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 да. Разобрать вообще-то весь спектр этих отношений интересный. Мы сейчас просто дальше будем говорить, опять зацепимся, и опять целую кучу всего нашего интересного. Слушай, ну, давай, наверное, подытожим по поводу вот, а, вот ещё что хотелось спросить, у тебя как у телесно-ориентированной психотерапевты по поводу важности высказывания эмоций, это же психосоматика, да, и что если есть заболевания, особенно когда человек ходит по врачам, они говорят, мы не знаем, что с вами, это сто процентов что? Если рассмотреть эмоции с точки зрения телесных, телесных, да, наших процессов, то смотрите, эмоции, мы их проживаем через мышцы. Вот эмоция, она, вот, например, там, та же разная эмоция, да, там, разные эти, они у нас проходят через мышцы, и если мы, по сути, блокируем эмоцию, то она, в этот момент, она блокируется в какой-то группе мышц. Если взять, например, эмоцию страха, или в органе, правильно? Или во внутреннем органе? Вот сейчас, как бы, договорю, смотри, как оно идёт. Например, да, вот то, что часто идёт по психосоматике, например, эмоция страха больше всего разрушает, там, почки, потому что эмоция страха, это что? Это эмоция, которая, сейчас объясню, эмоция страха, это то состояние, которое больше всего нас бьёт в существование. Что происходит? Как будто угроза жизни. Угроза жизни – мышца существования. Мышца существования – одна из таких больших – это вот прямая мышца спины. Что происходит вот тупо на физиологическом уровне? Это мышца спины. От страха начинает входить в гипертонус. И она что делает? Она начинает стягивать, а если мышца в тонусе, то она начинает тянуть на себя всё. А в этот момент, например, другие мышцы расслаблены, просто с точки зрения телески, вот у нас мышцы, они не включаются одновременно все, они включаются последовательно. То есть из разряда, в какую структуру ты сейчас впадаешь, те мышцы и работают. И если случился страх, и ты впала в инстинкты, значит, ты попадаешь в существование. И у тебя начинает мышца спины идти в тонус. А что она делает? Она на себя как будто вот так всё стягивает. Дальше что происходит? Поскольку в основном идёт упор на поясницу, вот она больше всего слабее, скажем, самая такая слабая часть, она начинает тянуть на себя почки. То есть она почки сдвигает с места. И если орган сдвинут с места, то у него уже как бы немножко чуть-чуть нарушен контакт с сосудами, с вот этим всем. И он начинает хуже работать. И вот это вот уже постэффект от вот этой стянутой мышцы, он идёт просто... У меня как бы... Ну, я с точки зрения телески иногда так, ну, это с близкими там типа...